Машины прибывают одна за другой, пожарные разворачивают оперативный штаб. Прежде чем спуститься в метро, где по сценарию учений произошло ЧП, сотрудники МЧС в первую очередь проверяют, насколько хватит воздуха в баллонах на случай, если под землей будет нечем дышать. В вестибюле метро Алабинская едкий дым, очень плохая видимость. Поезд сошел с рельсов и загорелся, такова легенда учений, к месту условного ЧП. Стянуты сотрудники МЧС, спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф. Как выясняется, пламя охватило два вагона, состав несколько метров не доехал до станции. Те, кто успел спастись, ушли в сторону станции метро Российская. Четыре человека, согласно легенде, погибли, свыше десятка пострадали. Им прямо на перроне оказывают первую помощь, затем выводят на воздух. К работе два звена ушли для встречи возможных пострадавших. Гранит-1 и звено четвертой пожарной части. Работу пожарным осложняет ограниченное пространство. Сотрудники МЧС отправляются в тоннель, только убедившись, что контактный рельс обесточен. Таких масштабных учений Самарская область не видела 9 лет. Сегодня комиссии из Москвы проверяют, готовы ли все службы региона четко сработать при самых сложных ЧП. Здесь мы имеем все современные средства связи, которые нам позволяют управлять подразделениями непосредственно при работе в метрополитене. Что сегодня и мы еще раз использовали практически, опробировали и еще раз подтвердили, что управляемость подразделений имеется, задачи ставятся и выполняются своевременно по тушению пожара, по оказанию помощи. Командно-штабные учения в регионе начались вчера. Условное ЧП сотрудники МЧС, спасатели, полицейские и медики ликвидировали в Самаре, Новокуйбышевске и Красноярском районе. Каждый раз, что именно произошло, узнавали непосредственно перед началом грандиозной тренировки. Оценку службам Самарской области поставит Московская комиссия. Результаты станут известны уже завтра. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.